Хочу, кстати говоря, коснуться вопроса, он важный вопрос, а то мы его замотаем. Вопрос о сталинской фанатичке, о сталинской фанатичке Зои Космодемьянской. И вот можно сказать, что в этом споре, вероятно, главная точка поставлена и окончательная. Это сделал не я, это сделал так называемый второй уикенд проката. Этот пропагандистский фильм, сообщаю вам, провалился настолько позорно в прокате, насколько это вообще возможно. Сборы в два раза меньше за этот уикенд, даже чем те хилые сборы в прошлый раз. Он не то что своего бюджета не окупит, он не окупит даже третий. То есть это очередные огромные выброшенные деньги, очередная пропагандистская брехня, и это пролетело. Ладно я, да, у меня профессия над пропастью по раскаленной проволоке ходить, я это просто умею делать. Но вот просто хочу отметить, что вот эта забава Мединского под названием Зоя стоила примерно столько же, сколько канализация 200 домов. Примерно столько же, сколько 10 хороших благоустроенных приютов. 10 вместо тех бараков и сараях, которых каждую зиму сгорают заживо старушки. И вот вместо этого они опять развлекаются и поднимают патриотизм своими забавами, потому что для них всегда открыт бюджет. И ведь этот разговор на самом деле, мы же все понимаем, это разговор не о Мединском, это разговор не о Космодемьянской, это разговор о свободе. Для очень многих людей так называемые герои, особенно в юности, особенно в молодости, это чертовски важная штука. И выбор этих героев тоже. И я просто к тому, что выбор героев в молодости должен быть абсолютно свободным, а не продиктованным ЦК КПСС, мединским пропагандонами или какими-нибудь толпами черносотенцев, которые обо всем имеют свое представление. И всегда его пытаются навязать. Я говорю только о свободе. Свободные, вот в той части хотя бы, в какой мы сейчас говорим, люди просто не захотели смотреть историю. Да. То есть Россия не захотела смотреть это кино, не потому что оно, да, действительно, оно как бы, как всякое, почти всякое российское кино, оно безобразно своим уровнем. Понятно, что это агитка, но... И как всякое. Специалисты пишут, что хуже. Хуже, да. Понятно. Нет, ну, понимаешь, для того, чтобы не идти на фильм, потому что он плохой, для него надо сходить. На него надо сходить и это увидеть, да. А тут просто не захотели. Просто неинтересно. Причем ты себе не представляешь, насколько это неинтересно оказалось в стране в абсолютных цифрах. То есть там это настолько смешные в масштабах России значения, что давай пощадим все-таки бедняжку Мединского. Я подозреваю, что он, наверное, сейчас плачет где-то там. Ну, так же громко, как Явлинский, давай не будем. Я просто напомню слушателям. И, кстати, у вас спрошу, согласны ли вы с этим, что Станислав Белковский прямо так и сказал в той же самой программе, что попытка как-то привлечь внимание к Александру Глебовичу связана исключительно с проблемами проката фильма. Да, но я думаю, что если бы не история с Александром Глебовичем и доносом на него, то, вероятно, даже тех копеек, которые они наскребли, они бы не наскребли. И весь интерес был связан только с этим скандалом. Но он закончился уже для вас? Понятия не имею. Мы же понимаем, что мы живем при диктатуре и может быть все, что угодно.